Случаи бешенства участились в Нижегородской области. Карантин по бешенству установлен в Краснобаковском районе. За прошедшую неделю там был выявлен случай бешенства у лисицы, а недели и ранее карантин был установлен и в Новашинском районе. Напомню, бешенство может быть опасным и для человека. Этот вирус поражает центральную нервную систему. И сегодня в рамках профилактики эпидемии в Сормовском районе прививали домашних животных. Поворачиваем ко мне свою заднюю часть тела. Если она вот тяпнет, то полез жулик. Она тяпнула. У нас зато справка есть, что она без бешенства. Но жуликов уже нет. У нас детей двое в доме. То есть хотим, чтобы были животные здоровые, чтобы, дай бог, покусали. Сначала собаку привили на другой улице. Теперь за вами приехал, кошку нашел. Все, спокойно, хороший, молодец. У нас рядом лес, то есть много диких животных. Не дай бог, кто-нибудь забежит, покусает одну кошку и понесется дальше. То есть всех перезаражает. Кстати, по городу на сегодняшний день уже привиты животные в поселках Копасово, Дубравный, Народный и Высоково.